В феврале прошлого года лэнд-крузер с чужими регистрационными знаками не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и пытался скрыться в гаражном комплексе на окраине Новочебоксарска. Вместе со своей знакомой водитель закрылся в одном из боксов. Было слышно работы шуруповерта. Падали какие-то предметы, железные, деревянные предметы. Предположили, что действительно человек, возможно, что-то скрывает, уничтожает какие-то следы. А потом из гаража повалил густой дым, послышали женские крики о помощи. В боксе пытались уничтожить наркотики. 9,5 килограммов марихуаны, метилофедрона и экстази. На свертки с запрещенными веществами чебоксарец положил газовый баллон. Хорошо, что он не успел нагреться и сдетонировать. Едва не угорели в дыму и молодые люди. Их вынесли из подвала гаража почти без сознания. В ходе изучения компьютерной техники, изъятой у чебоксарца, оперативники установили, что он организовал целую сеть наркозбыта в регионе и за его пределами. Открыл свой интернет-магазин по продаже наркотических средств и контролировал весь процесс, начиная от приобретения партии наркотических средств и заканчивая уже розничными партиями, которые шляли уже рядовые закладчики. Оперативники проверили более 200 адресов так называемых закладок, осуществленных через магазин обвиняемого в Чувашии и Мариел. Было изъято еще более половины килограмма наркотиков. Установлены и задержаны трое сообщников чебоксарца, которым также предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Организатор и руководитель у нас предъявлено обвинение по 56 эпизодам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и плюс легализация, то есть отмывание денежных средств, добытым преступным путем. Получая доходы от противоправной деятельности в биткоинах, основной фигурант уголовного дела различными способами перевел наличные более 6 миллионов рублей. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. После утверждения обвинительного заключения прокуратуры республики, материалы уголовного дела будут направлены в суд.